OBD-2 код неисправности техническое описание, неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости, что это обозначает. Этот диагностический код неисправности DTS является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD-2, которые имеют датчик температуры трансмиссионной жидкости, Jeep, Ford, Nissan, Toyota, Honda, Infiniti, Acura, Jaguar, Lexus и т.д. Хотя общие, точные шаги ремонта могут варьироваться в зависимости от марки, модели. Датчик температуры трансмиссионной жидкости, TFT, выдает сигнал, который используется модулем управления трансмиссией, PSM, для определения точек переключения, давления в магистрали и управления муфтой гидротрансформатора, TSS, датчик часто находится в масляном поддоне коробки передач. Датчик TFT получает эталонное напряжение, обычно 5 вольт, от PSM, он изменяет свое внутреннее сопротивление по отношению к температуре трансмиссионной жидкости для отправки сигнала обратного напряжения в PSM. Датчики TFT представляют собой тип термистора с отрицательным температурным коэффициентом NTS, это означает, что внутреннее сопротивление датчика обратно пропорционально температуре масла, напряжение сигнала датчика TFT снижается при повышении температуры трансмиссионной жидкости и наоборот. Код P0710 устанавливается, когда PSM обнаруживает неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости. Пример датчика температуры трансмиссионной жидкости Датчик температуры трансмиссионной жидкости В некоторых случаях этот код может указывать на проблему передачи, это хорошая идея, чтобы обратиться к этому коду как можно скорее. Симптомы кода двигателя P0710 могут включать Подсветка проверки двигателя Неправильная работа муфты гидротрансформатора Резкие или отложенные смены Автомобиль застрял в мягком режиме Причины Причины возникновения этого кода неисправности могут включать Неисправен датчик температуры трансмиссионной жидкости Проблемы с передачей, проблемы с проводкой Неисправные ПКМ Диагностические и ремонтные процедуры Начните с визуального осмотра датчика температуры трансмиссионной жидкости и соответствующей проводки Ищите ослабленные соединения, поврежденную проводку и т.д. При обнаружении повреждения устраните неисправность Очистите код и посмотрите, вернется ли он Затем проверьте бюллетени технического обслуживания ТСБ По данной проблеме если ничего не найдено, вам нужно будет перейти к пошаговой диагностике системы Ниже приведена обобщенная процедура, так как тестирование по этому коду варьируется в зависимости от транспортного средства Чтобы точно протестировать систему, вам нужно обратиться к диагностической схеме производителя Провести предварительное тестирование цепи Используйте диагностический прибор для контроля параметров данных датчика температуры коробки передач Отсоединить датчик TFT Значение диагностического прибора должно упасть до очень низкого значения Затем подключите перемычку к клеммам Если диагностический прибор теперь показывает очень высокую температуру, соединения исправны И ESM может распознать ввод Это означает, что проблема больше всего похожа на датчик, а не на схему или на PSM Проверьте датчик отсоединить разъем датчика температуры трансмиссионной жидкости Затем измерьте сопротивление между двумя клеммами датчика с помощью цифрового мультиметра, настроенного на Ом Запустите двигатель и посмотрите значение счетчика Значения должны плавно уменьшаться по мере прогрева двигателя Проверьте датчик температуры двигателя на приборной панели, чтобы убедиться, что двигатель достигает рабочей температуры Если температура двигателя увеличивается, но сопротивление TFT не уменьшается, датчик неисправен и должен быть заменен Проверьте схему Проверьте сторону опорного напряжения цепи При включении зажигания, использовать цифровой мультиметр в вольты, чтобы проверить для справки 5-вольтовой из PSM в одном из двух передающих терминалов датчика температуры жидкости Если ни один опорный сигнал не присутствует, подключить множество метра до Ом при неработающем зажигании между штифтом опорного напряжения на TFT и штифтом опорного напряжения на PSM Если показания счетчика выходят за пределы OL, между PSM и датчиком возникает разомкнутая цепь, которую необходимо найти и отремонтировать Если счетчик читает числовое значение, существует непрерывность Если все хорошо до этого момента, вы хотите, чтобы проверить, что 5-вольт, выходящий из ПКМ на терминале опорного напряжения, если нет ссылки 5-вольтовой от PSM, RSM, вероятно, неисправен Проверьте заземление цепи Подключите счетчик с сопротивлением, с выключенным зажиганием, между клеммой заземления на датчике температуры трансмиссионной жидкости и клеммой заземления на RSM Если показания счетчика выходят за пределы OL, между PSM и датчиком возникает разомкнутая цепь, которую необходимо найти и отремонтировать Если счетчик читает числовое значение, существует непрерывность Наконец, убедитесь, что PSM имеет хорошее заземление, подключив один измерительный провод к клемме заземления PSM, а другой, к заземлению шасси еще раз Если счетчик считывает пределы OL, существует разрыв цепи между PSM и землей, который необходимо будет найти и отремонтировать Если все в цепи проверено, может быть проблема с передачей, это особенно верно, если коды температуры трансмиссионной жидкости установлены вместе с другими кодами трансмиссии Продолжение следует...